Избирательной системе России 30 лет. Торжество по случаю юбилейной даты прошло и в Губкинском. В Большом зале администрации города всех причастных поздравил глава города Андрей Бондурко. Выборы – важнейшая часть общественно-политической жизни нашей страны. Мне очень приятно осознавать, что в нашем городе Губкинский это дело находится в настоящих руках профессионалов. Члены территориальных и участковых избирательных комиссий всегда на высоком уровне проводили выборы и референдумы в нашем городе. Активно взаимодействуют с нашими жителями, проводят очень большую информационную работу. И поэтому наши жители всегда обеспечивают очень высокую яркую. Вы помогаете реализовать свое избирательное право в первую очередь горожанам. И речь идет не только о муниципальной компании, речь идет о компании избирательных всех уровней. А что это значит? Означает ваш труд, он по факту помогает менять жизнь нашим любимым Губкинским в регионе и в целом по стране. По сути вы помогаете гражданам определить будущее. Очень почетная миссия. И вы с ней профессионально, честно справляетесь. У ТИК Губкинского за плечами 48 избирательных компаний различных уровней. Каждая по-своему уникальна. За 30 лет произошли значительные изменения. Сегодня активно используются новые информационные технологии. На смену листовкам пришли электронные СМИ. Комплексы обработки избирательных бюллетеней стали нормой. А наблюдать за всем процессом в день голосования можно даже в режиме реального времени. Но за этим всем стоят люди. Вы для меня герои. Не герои соцтруда, а настоящие герои. Потому что вы совершаете подвиг. Вы работаете в самой основе избирательной системы. И скажу, ну, очень так. Просто не было бы вас, не было бы ни одной избирательной компании. Всем огромная благодарность за ваш профессионализм и прекрасный труд, который вы выполняете. И вы, не скромно скажу, вы самые лучшие члены избирательных комиссий на Ямале. Всего в Губкинском 13 участковых избирательных комиссий. В них работает 143 члена избиркомов. На торжественном мероприятии более 60 человек наградили грамотами и благодарственными письмами. Продолжение следует...